В 31 декабря вас, друзья и недруги, пусть у вас этот год будет недолго. 31 декабря хочу еще раз проговорить. Это день рождения Николая Цискоридзе. Николая Максимовича Цискоридзе, прекрасного, великого, замечательного. Небольшой фрагмент одной из наших бесед. Номенклатурность поменялась очень сильно. Все-таки, вы не забывайте, я вырос в очень номенклатурной школе. Чуть старше меня училась внучка генсека Андропова, чуть позже меня училась внучка генсека Горбачева. Мы были школа номер один в Советском Союзе. Каждый служащий у нас был сотрудником или осведомителем. У нас не было простых педагогов, у нас не было простых людей. Я не беру балетных, хотя половина этих балетных тоже служила на систему. Потому, как бы, вы поймите, мы были привилегированные дети. Начиналось все с нас, а потом все школы мира в Советском Союзе. Потому, как бы, понимаете, сейчас, наблюдая детей, так скажем, номенклатурных, ну, они сильно отличаются от тех. Они совсем другие, они на понтах, они все на нюансах, на айфонах, машинах и бог знает чем. И, конечно, с простыми детьми, которые там учатся, их очень мало. В московское училище практически нет нормальных детей. Это туда не попасть нормальным детям. Ну, их очень мало, но они очень, как бы, нищие по сравнению с тем, что делается вокруг. Это поясните. Они же не нищие в материальном смысле. В материальном плане нищие. В материальном плане нищие? Конечно, нищие. Конечно, нищие. И очень удивительно, вот это было очень смешно, дочка нынешнего ректора московского училища, Анечка Леонова, она моя крестная дочь. Я ее крестил еще когда, никто не знал, что ее мама станет ректором когда-то, что я стану ректором. Ну, был 95-й год, Аня заканчивала школу. И так смешно выпустилась у нас одна девочка, сейчас она прямо балерина Большого театра, и в Питере у меня, как бы, я был уже ректором. Ну, и что-то там, они возмущались, почему опять ленинградку взяли, дают роли, ну, потому что они лучшие, мы лучше учим. Ну, что сделать? И Аня мне говорит, я говорю, ну, понимаешь, у нее, говорю, еще родители непростые, как бы, вы не очень возмущаетесь, потому что опасно так язык распускать. Она говорит, непростые, а что же она тогда училась в Питере? И я так захохотал, потому что это было так искренне сказано, как непростые учились в Питере, что... Я говорю, ну, понимаешь, они настолько непростые, что они и так знали, что она попадет в Большой. Очень изменилось, много что изменилось. Вообще город изменился, я так хорошо помню, как эту площадь Пушкинскую, потому что мы открылся, это моя юность, открылся Макдональдс, и мы ездили постоянно в Макдональдс, это был самый шик вообще. Кто-то один сбегал, занимал очередь, а мы во время обеда, потому что мы целый день же учимся, у нас час обед, и мы приезжали на 31-м троллейбусе, он тогда очень быстро ходил, пробок не было, и мы, значит, раз, и всем классом туда, в Макдональдс, вот я вырос на этой площади, я помню перемену страны благодаря этому Макдональдсу и этой площади. Но сейчас каждый раз, когда проезжаю, уже все это, ну, не то, конечно. Мы с вами очень коротко до начала эфира говорили про карантин, вы меня удивили, сказав, что вам нравилась вот эта ситуация, когда все закрыто, никто никогда не ходит. Я попал в Москву моего детства, потому что раньше на Фрунзенской набережной, где я вырос, у нас не ходили троллейбусы, ну, как бы он один раз в час шел, у нас не ездили практически машины, у нас не было людей там, мы аборигены, как бы, мы могли гулять нормально. В Нескучном саду было тихо, никаких этих вот увеселений, корабли не ходили в этом жутком. И вдруг я попадаю в Москву моего детства, закрыт Нескучный сад, а я живу окнами на Нескучный сад. Не ездят кораблю, у меня вообще было ощущение, что скоро дельфины поплывут, потому что Москва, река стала чистая. Нет людей лишних, нет вот этого вот толпы, которая идет и идет по набережной. Нет этих жутких свадеб, которые постоянно, значит, на теплоходе. Блин, кошмар какой-то, понимаете, отравили этот город. И вдруг вот это началось, как в детстве. Я выходил на гулять, с книжкой садился на скамеечку, хотя она была перевязана. И тихо читал книжечку, смотрел на Нескучный сад, подходил к окну. Никого, красота, ну, вообще все красота, прелесть. Не знаю, лучшее время в жизни. А вот интересно, вы как чек сцены, вы можете выступать на сцене, если нет зрителей? Это то же самое, если есть зрители или если есть просто камеры, которые передают изображение? Да понимаете, в чем дело, в моем случае была одна прекрасная вещь. Я близорукий. Я из-за того, что не хотел видеть своих доброжелательных коллег в кулисах, а их меня, как вы знаете, ну, вы знаете, вы театральный человек, меня любили с детства, потому что я очень быстро взлетел. Ну, и как бы, я, чтобы их не видеть, уши я вообще всегда закрывал, а чтобы их не видеть, я никогда не носил линзы. Я вообще зрительный зал не вижу. Конечно, я очень хорошо чувствовал дыхание залу, у меня великолепный слух. Я знал, где какой клакер сидит по уровню, потому что у всех у них разный хлопок. Я по трансляции определял, кто пришел. Кто пришел, кто куда сел, кто заказал из артистов. Я сразу понимал, какой успех будет, какая диспозиция, потому что я всегда работал без специальных хлопающих людей. Мне не надо было это заказывать. И вот, конечно, дыхание зала – это очень важно. Я обожаю в театре тишину, когда тебе удается своим исполнением так, что никто не дышит, потому что все вовлечены в действие. А это очень слышно. Вот без этого я не понимаю, как существовать. Я их, слава богу, никогда не видел. Но вы их чувствовали всегда. Я их чувствовал. Я не понимаю. Больше всего я радовался на карантине. Я вам, по-моему, говорил в прошлый раз, когда мы видели, что я не артист, что мне не надо сохранять себя в форме, что я не переживаю, что время идет, а никакого толка нет, вот это лучшее. Что значит «никакого толка нет»? Ну, простой полгода, это очень сильно сказал. Я сейчас был на спектаклях и в Большом, и в Мариинске, и вот там на всяких концертах. В ужасающем виде все просто. Спектакли смотреть нельзя. Вы давно это говорите? Это не посткарантинная история. Просто дело в том, что ужасающий был уровень, а сейчас еще люди тотально не в форме. Понимаете, когда вы должны войти, это завод, он как нефтеперерабатывающий завод, его останавливать нельзя. Он круглосуточный. То же самое музыкальные театры, это останавливать нельзя на самом деле. Каждый раз, когда мы возвращаемся из отпуска, мы месяц входим в форму. Хотя спектакли идут, смотреть это не рекомендуется. В сентябре не рекомендуется вообще заходить в зрительный зал. Но это очень мало кто может быстро войти в форму. Но тогда, в те годы, когда был руководитель с головой, когда они что-то понимали в профессии, репертуар составлялся так, чтобы вы гармонично вошли в форму. Понимаете, да? Потому что это человеческий организм. Есть вещи, которые делать нельзя. Ну, точно так же, как нельзя поесть огурцы и выпить кефир. Будет нехорошо. Вот, к сожалению, выход из этого карантина был сделан чудовищно. И в Маринке, и в Большом. Огромное, во-первых, количество заболевших было сразу. Потому что, ну, просто элементарно даже, понимаете, даже распределить репетиции по залам, чтобы люди не пересекались, очень просто. Просто у тебя должен быть мозг для того, чтобы соображать. И второе, сообразно поставить репертуар, потому что сразу жахнуть, как в Большом театре были даны «Спящие красавицы», это расписаться в собственном полном дебилизме. Потому что, ну, во-первых, это безумно населенный спектакль. Сразу дали шесть составов. Шесть составов отрепетировать «Спящую красавицу» – это весь коллектив работал без остановки с друг с другом. Вот так, естественно, полегло очень много народу. Там скончался педагог один, скончался концертмейстер, все от ковида умирали. Но это все скрывается. Ну, как бы, понимаете, ужас вещев. Плюс еще это не приносит пользы для танцующих. В Маринке уже идет вторая волна. Люди стали по второму кругу болеть этим. Уже не по первому, по второму пошло. Потому как бы есть вещи, вот есть вещи, которые, ну, они для производства нужны. Как покрытие пола, как акустика, там, и так далее, и так далее. Это точно так же, но это касается человеческого организма. Если ты это не понимаешь, ну, никакой пользы не будет. И главное, качества не будет. Аминь.